Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго! И сегодня у нас реакция на ужасы Дзюнзи Ито. Или Дзюнзи Ито. Дзюнзи Ито. Ну, первая часть. Погнали посмотрим просто. От Звездного Капитана как-никак. Я расскажу вам о самых жутких монстрах и страшных рассказах знаменитого Дзюнзи Ито. А монстры реально жуткие. Ужас, какого у него стрёмное лицо. Пойдут именно приглянувшиеся мне твари и истории. Однако, если вам всё понравится, то я не против сделать ещё несколько роликов по вселенной Ито. Итак, отложите еду и приготовьте рвотные пакетики. Я начинаю. В первом списке идёт рассказ «Окно по соседству». Эта история рассказывает о Хироши Сакагучи и его семье, переехавшей в новый уютный домик. По приезду они сразу же обратили внимание на старый обшарпанный дом по соседству. У этого строения было всего одно окно, а соседи никогда не видели его обитателей. Было известно лишь о том, что в доме проживает женщина средних лет, силуэт которой можно было периодически наблюдать в окне после захода солнца. Комната Хироши находилась как раз на втором этаже, а его окно располагалось аккуратно против соседского. В первую же ночь паренёк услышал неприятный женский голос. Приоткрыв своё окошко, он увидел отвратительную картину. Из соседнего дома на него смотрело жуткое существо, с трудом напоминающее человека. Это создание больше походило на разлагающийся труп, а из его пальцев торчали длинные и острые когти. Похожая на женщину тварь звала Хироши в свой дом. Ха, не буду я с тобой играть, когда ты старая, злая. Ужас какой. Так закрыл бы окно бы. Через какое-то время Хироши переехал обратно на второй этаж. Ночью он опять услышал за окном жуткий голос, который раздавался совсем близко. На утро оказалось, что соседское окно таинственным образом удлинилось. Чтобы не испытывать судьбу и остаться в живых, семья решила переехать. Я уже совсем рядом. Далее идут воздушные шары-веселицы. Эта страшная история началась со смерти телеведущей и модели Теруми Фудзино. Её нашли повешенной на стене собственного дома. Через какое-то время окружающие стали замечать странные вещи. Многие начали рассказывать о парящей по воздуху голове огромных размеров. Мне больше всего интересно, что у этого автора было в голове на самом деле. У него, наверное, в голове полная трэш творится. И что самое странное, она принадлежала погибшей Теруми. Так как у девушки было много фанатов, то при виде парящего обрубка они впадали в истерику. А бывший парень модели, Сироэси, вовсе помешался. Голова прилетала к нему на задний двор и долгими часами осуждающе смотрела на него. В конце концов он не выдержал, последовал за головой Теруми и, найдя петлю на дереве, повесился. И вот тут-то и начинается самое страшное. Как оказалось, веревка была подсоединена к огромному воздушному шару в форме головы Сироэси. Чуть позже подобные жуткие штуковины стали появляться по всему городу. Шар с лицом определенного человека выслеживал его. Ловко продевал в петлю его голову и взмывал воздух, убивая жертву в процессе. Мало того, если шар лопали до того, как он осуществлял свою задачу, то и человек, для которого он предназначался, также погибал. Если добыча закрывала шею, то веревка ловила его за тело, ломая при этом ребра позвоночник и нанося необратимые повреждения внутренним органам. А если уничтожать веревку? Ого! Не, на самом деле это реально ого! Обалдеть! Жестная идея! Я не знаю, что шар лосил человека по имени Шира Моригучи. Его доставляют в больницу и оказывают всю необходимую помощь. И вроде бы все хорошо, но спасенный пребывает в состоянии панического страха за свою жизнь. Ночью оставшийся наблюдать за пациентом человек становится свидетелем жуткой картины. Больших размеров женщина лежала на Шира и вроде бы целовала его в губы. Как только незваная гостья ушла, пациент выплюнул из своего рта огромный кусок сырого мяса. Из рассказа Шира выяснилось, что когда он получил травму в лесу и не мог выбраться самостоятельно, Рядом с ним появилась та самая женщина, которая стала кормить его пережеванной плотью. Этот странный ритуал стал повторяться каждый день. Если Шира хотел пить, то его поили изо рта кровью, а если хотел есть, то получал сырое мясо. Поначалу такая пища была невероятно вкусной, но со временем она стала вызывать неприятные ощущения. В следующую ночь женщина опять появилась в больнице, и на этот раз она попыталась накормить Шира человеческим глазом. Человек, охранявший пациента, попытался остановить девушку в черном, но та внезапно превратилась в птицу и улетела. Через несколько месяцев после того, как молодой человек поправился и выписался из больницы, женщина появилась вновь, но на этот раз вместо кормления она стала каждый день откусывать от парня по кусочку мяса. Самым жутким моментом в этой истории является тот факт, что женщина скармливала Шира его же собственные части тела. То есть она медленно поедала мясо молодого человека в будущем, а после перемещалась в прошлое и кормила его же раненого в лесу. Существо невозможно было остановить, и ее жертва попадала в замкнутую ловушку, в которой ей отводилось всего лишь несколько... Охренеть! Воу! Это жесть! Нифига! Это же надо такое придумать просто! Камон! Я! ...лет на жизнь после спасения. Жесть! Далее идет рассказ «Раздавленные». В этой истории мы узнаем о загадочном нектаре, который человек по имени Оги привез из Южной Америки. Вкусно! Местное племя поклонялось некоему дереву, которое содержало эту загадочную субстанцию. Единственным условием было соблюдение простого правила. Вас не должны были поймать за поглощением нектара, что бы это ни значило. При этом любой, кто его пробовал, вырабатывал к нему сильную зависимость, из-за чего любая другая пища становилась на вкус отвратительной. Жертвы начинали стремительно терять вес и медленно сходить с ума из-за огромного желания употребить божественный продукт. Но проблема заключалась в том, что те, кто питался нектаром, попросту взрывались на месте. А если точнее, то их сплющивала неведомая сила. Как оказалось, древо, которому поклонялись индейцы, было живым. Его извивающиеся ветви могли перемещаться в любой уголок планеты и превращать любителей нектара в кровавую лепешку. Спастись от наказания было невозможно, как и перестать употреблять эту медообразную субстанцию, вкусив хотя бы одну ее каплю. На очереди жуткий рассказ «Единая армия». По сюжету в разных часах города стали появляться мертвые тела, сшитые между собой рыболовными лесками. Поначалу убийства были малочисленными, но со временем стали приобретать массовый характер. Обычно подобные события следовали после игравшей по радио песни, в которой пели о некой единой армии. Слушателям предлагали соединиться вместе, объединить руки и сердца, отказавшись таким образом от одиночества. Причем песня эта могла вклиниваться в любой момент во время эфира, остановить ее было невозможно. Но людей эта, казалось бы, обычная мелодия оказывала гипнотическое воздействие, вызывая массовую истерию. Причем под влияние попадали именно группы людей, а на одного же человека песни эффекта не оказывала. С каждым днем количество сшитых людей увеличивалось, а позы, в которых их находили, вызывали неподдельный ужас у окружающих. Например, жертв могли найти в виде гирлянд на елке, или в качестве человеческой многоножки. А еще попавшие под влияние песни не сопротивлялись сшиванию, или же вовсе могли сами начать пришивать людей друг к другу. В конце концов, живых остались лишь те, кто жил в одиночестве. Переходим к рассказу «Нечто на берегу». Эта история начинается с того, что на один из берегов Тихого океана вынесло огромное... Я... Что? Что за резкий переход просто? Камон! Вау! Жесть! ...мертвое существо неизвестного происхождения. Я завтыкал просто аж. Оно напоминало угря, голова которого была усеяна непонятными наростами, похожими на опухоли. А из тела торчали небольшие отростки, напоминавшие усики. Кожа твари имела множество прозрачных крупных пятен, через которые удалось разглядеть ее содержимое. Открытие поразило и напугало собравшихся. Внутри монстра они обнаружили несколько десятков людей, и после вскрытия все они вывалились наружу. Довольно быстро стало понятно, что несчастные все еще живы, но состояние их было довольно плачевным. Многие из них пропали еще 7 лет назад, во время крушения парома. Ученые выяснили, что эти люди все это время поглощали полезные вещества из самого монстра, став самыми настоящими паразитами. В конце концов, количество таких сожителей попросту превысило допустимую норму, из-за чего морское чудище и погибло. Люди-паразиты же были не в своем уме, плюс они претерпели многочисленные деформации тела и необратимые биологические изменения. Далее поговорим о рассказе «Мои дорогие предки». Вначале нам показывают девушку по имени Риса, которая потеряла память в связи с серьезной психологической травмой. Доходит до того, что ей начинают мерещаться разные гигантские агрессивные гусеницы. Молодой человек Рисы, Суичи, сделавший ей предложение, о чем она правда не помнит, пригласил ее к себе в гости. Дома девушка знакомится с отцом парня. И вот тут-то и поступает первый тревожный звоночек. Папа не ведет себя довольно жутко, списывая все на свою серьезную болезнь. Опасения Рисы усиливаются, когда мужчина начинает говорить женским голосом, подначивая ее быстрее выйти замуж за Суичи. Мы все просим тебя позаботиться о шучане, милая девочка. На следующий день молодой человек просит Рису как можно быстрее прийти к нему домой, сославшись на предсмертное состояние своего папы. Оказавшись на месте, девушка узнает ужасную правду. Из головы отца Суичи тянется длинная линия черепов, делая его похожим на гусеницу. Именно из-за этого зрелище Рисы потеряла память в самом начале истории. Черепа, присоединенные к голове мужчины, принадлежат предкам этого семейства. Таким образом, они продолжают жить, думать и чувствовать, а также сохранять накопленные знания. Как только текущий носитель этого жуткого украшения погибает, оно автоматически перемещается на голову старшего представителя рода. Именно поэтому этой чокнутой семейке нужно было всегда заботиться о наследниках. Причем их совершенно не волновало, будет ли будущая невеста согласна с подобным положением дел. Как и то, останется ли она вменяемой после увиденного ужаса. Быстрее, быстрее, схвати ее! Я знаю. На очереди короткий рассказ куклы из ада. По сюжету весь мир постелил ужасный... Что за бред, камон! ...опасть. Некоторые дети случайным образом заболевали ужасной болезнью, которую превращало... Мне кажется, тот, кто смотрел, читал это все полностью, просто, наверное, чуть ли с ума не сходил, просто такой, что происходит вообще? Дюнди, Дюнди, ты что с тобой? Что в твоей башке? Кожа становилась деревянной, глаза стеклянными, а лица переставали выражать хоть какие-то эмоции. Болезнь наблюдалась у 30% детей на планете. В какой-то момент жертвы переставали говорить, становясь внешне полностью неживыми. Всего за несколько дней под деревянным телом начинался процесс буйного роста неизвестной растительности, превращая детей в травяных монстров. Это была не окончательная стадия кукольной болезни, но к этому моменту все зараженные тела подлежали уничтожению. Далее идет жуткий рассказ с загадками Гарского ущелья. В одной японской префектуре произошло землетрясение, уничтожившее несколько городов. В самом его эпицентре было обнаружено огромное странное ущелье протяженностью в несколько километров. Его стены были ровными, словно их кто-то отшлифовал, а на их поверхности располагались тысячи дыр в форме человеческих тел. Они, к слову, имели невероятную глубину, измерить которую собравшихся исследователей так и не получилось. Установить их в природу не представлялось возможным, но одно было понятно наверняка. Появились они неестественным путем, да еще и тысячи лет назад. Самые разные люди, увидев эту невероятную картину по телевизору, ощутили непреодолимое желание посмотреть на это чудо света вживую. Пугало то, что многие собравшихся почему-то решили, что некоторые дыры предназначались именно для них. Один из парней по имени Накагаки решил войти в свою дыру. Подойдя вплотную к отверстию, он как по маслу вошел в него и довольно быстро исчез. Никаких его следов так и не было обнаружено. И да, войти в свою дыру было тестом на вашу испорченность. После Накагаки другие люди также начали лезть в свои дыры. Через несколько месяцев на другой стороне горы было обнаружено еще одно ущелье, образовавшееся после землетрясения. Были тут и дыры, но форма у них была совсем не человеческая. Ученые, изучавшие отверстия, выяснили кое-что ужасное. Из глубины медленно выходили пропавшие ранее люди. Правда из себя они представляли жутких деформированных существ. Переходим к рассказу «Фотомодель». Однажды сценарист Ивасаки, листая журнал на туз, на фотографии одной крайне жуткой вида модели по имени Фучи. Увиденное напугало парня, и ему даже многие дни снились кошмары. Работая с друзьями над своим независимым фильмом, Ивасаки подбирал девушек для съемок. Среди фотографий он заметил ту самую модель, испугавшую его до глубины души. Он пытался объяснить товарищам, что брать ее ни в коем случае нельзя. Однако режиссер фильма решил дать Страшиле второстепенную роль, чтобы поднять таким образом рейтинг будущей картины. После этого небольшая команда отправилась на съемки в горы. По дороге первым плохим знаком стали зубы модели, которые та показывала во время смеха. Это были самые настоящие клыки, количество которых переваливало за 50 штук. Не смешно, нахуй. Ивасаки предложил уехать. Ты чё, блин? О неприятности тем временем продолжались. Ты чё, блин, что ли? Сначала Пуча стала преследовать его душу. А после, разгневная тем, что ей дали незначительную роль, модель убила и съела главную героиню фильма. Затем она сожрала одного из друзей Ивасаки, а его самого оставила в живых, чтобы он смог сделать ее счастливой. Мы, наконец, встали наедине. Это все на сегодня. Твою дивизию? Если вам понравилось посмотреть еще истории Дзюнзи Ито, ставьте палец вверх. Дзюнзи. Спасибо и помните, что при просмотре некоторых моих видео вам не стоит кушать. Ой, в тарелочку собираю. В конце концов, количество сожителей существа... Не, ну жестко. На самом деле жесткие моменты есть. И это только я первую часть посмотрел. А их, по-моему, 11, по-моему, вроде штук. Но я уже соти уже посмотрел. Поэтому есть еще что посмотреть. И если вам понравилось, пишите в комментарии. Мы продолжим дальше смотреть и познавать этот увлекательный мир. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok